добрый вечер дорогие мои сижу отвечаю на комментарии смотрю в окно тут но такая красота думаю выйду сниму у нас вечер он не знаю сколько времени точно так а ну-ка небо небо не передает такой розовая и туман стелется он как красиво туман такой розовый и тишина тишина аж в ушах звенит птицы не поют скучно без них роса на травке спрашивали почему где косилка почему не косите здесь косилкой здесь вон буераки такие здесь косилкой плохо косить быстрее этой косой птичка птичка не величка ой ну как вам передать ребята как какой воздух как классно сено пахнет влажное сено тишина красота все за зависла птичка приготовилась к ночь лан 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 Всем привет, дорогие друзья! Всем доброе утро! Иди, Лешик, поздороваемся. Вот здесь. Доброе утро всем! Хорошего вам денечка! Здоровья, счастья и любви. Дождь будет вечером. Я смотрела в 6 часов. Прям ливень будет. Так обещали. Хотя он уже не нужен. Уже хватит. Едем в город. Зачем мы едем в город? Надо фарш купить. Надо пенсию снять. Пенсия пришла. И пропить. Едем в город. Потом покажу и расскажу, что там, как там. Золотые шары. Лешик в прошлый раз зацепил их косой. Да, вон там он. Пошли, пошли. Там он больше кустик, а здесь поменьше. Ладно. Ладно, едем. Едем. Митяй, ты за старшего. Да, Митяй? Поедем. Да, с той стороны у нас дом такой красивый, а с этой стороны так себе. Мы приехали, ребята. Жара невозможная. Просто капец. Хочу показать. Купила две розочки. Но пенсию уже получила. Вот такие вот кустистые. Такие вот почвопокромные, как они называются. Вот такая вот. Вот и вот такая вот. Какая красивая. А это уже вот она отцвела. Она тоже красивая. Но она уже, видите, тут есть бутончики. Вон. Распустится покажу. Вот две штучки на 550 рублей. Вот это две. Да. Вечером надо посадить, да. Репку. Желательно перед дождиком. Вот. Сегодня нам дождик обещают. Такой нехилый. А я вчера смотрела вечером в 6 часов. Так, вот эту надо подвязать. Потому что она что-то уж слишком отросла. Надо заняться. Потому что вон веточки. Вот как хорошо пошла. Как хорошо пошла. А, вон симпатия моя. Сейчас покажу. Вот она. Ой. Вот какая большая роза. И пышненькая такая. Вот их много. Но они опускаются. Вот эти черешки длинные такие вот. Но они опускаются вниз под тяжестью. Роза. Ладно, пойду. Сейчас гляну, сколько там градусов. Капец как жарко. Ох ты ж. 29. Ай. Кто тут? Кто тут? Кто тут скучал? А? Мои девки. Ай-яй-яй. Мои, мои хорошие мои. Ай, ты моя. Где другая? Где? Другая занята делами. Что, моя? Спали сонные такие. Ладно, пойдем. Мне надо еще посеять укроп. Укроп купила. Сейчас пойду быстренько покажу вам, что купила. А потом пойдем сей укроп. А-та-та-та-та-та-та-та-та. И берем домой. Сделала свои дела и домой. Да? Домой, домой. Ай-яй-яй. Алиска не хочет. Не пойдешь домой, нет? Не пойдешь, конечно, я знаю. Пойдем. Что, моя? На. А шо тебе? Ты с утра обожралась просто. Да, Лиля, надо немножко придерживать себя. Держать себя в руках. Так, вперед. Что купили? Это у нас тут пятерка. С чего начнем? Индилайт. Индейка рагу из индейки по-домашнему. Вот взяла второй раз. Вот такие вот кусочки. Прям мясные, мясные. Здесь сколько? 700 граммов. 97,99. 98 рублей. Вот, 700 граммов, 97 рублей. Гляньте. Очень даже индейка. Да? Почти килограмм за 100 рублей. Будет индейка. Может, подливку сделаю. Может, супчик сварю. Может, может. Да, пускай. Я еще не ел суп. Дай мне стаканчик водички, Лешек. Полный? Да, полный. От всей души вот чтоб там. Я не донешу. Ну, короче, это полный. Для меня это полный. Батарейки мы купили. Батарейки купили на рынке. По чем, Лешек? Вот это 120 рублей. По 30 рублей батарейки. Батарейки всегда подкупаем, потому что они летят. Они летят на мышке у меня. Купила, вы знаете, купила вот эту мышку от аккумулятора. Аккумулятор? Зарядкой. Такая фигня. Ну, не покупайте. Такая фигня. В общем, пользуюсь старой мышкой на переменку. Немножко той, немножко этой. Это выделывается. В той батарейке садятся без конца. В общем, топец какой-то. 30 рублей батарейки. Есть всегда. Такой раньше были мышки на веревочке. Ну, туда-то. Ну, проводные. Ну, они и сейчас, по-моему, есть. Я не знаю. Но еще эти провода, их и так там куча этих проводов. Зато безотказные. Да, прям безотказные, Алешек. Морковку купили. Ой, подашь мне чек в сумке там, в карманчике, да? А то я так вот селу. Я уже не хочу тебе сумку подать. Ну, в карманчик там залезь. Там чек. Морковку выбрала вот самую такую, вот. Не знаю, сейчас посмотрю, почем. Что-то я не обратила внимания. Я увидела, что там мало хорошей. И бегом-бегом за пакетом, чтобы никто не забрал. И на цену даже не обратила внимания. Потому что вся она вот такая, вот такая, кривобокая какая-то. Вот все, что смогла выбрать. Вот это вот. Дальше. Масло. Масло закупила на весь месяц. От пенсии до пенсии. Залезь в карман. Там очень карманы. Ой, Алешек, ну вот что. Нет, это твоя сумка. Занимайся ей сама. Не надо мне претензировать. Да. Ну, как можно не знать, в каком карманчике, а? В детской сумке. Выглядят по себе дорожки. Ой, немножко примялась. Немножко подтаяла. В машине жарко. Ну, ничего. Сейчас подровняем. Нормально. Вот такое. Где тут покрепче такое вот это вот. Ну, я его всегда, в общем-то, беру. 72,5%. Красная цена. И вот у магнита там есть тоже. Тоже у них бренд магнита. С буквой М. Тоже хорошее масло. И недорого. Вот это вот мне... Я думаю, хватит от пенсии до пенсии. Не знаю. Ну, здесь получается почти килограмм. Да? 600. Да, даже больше килограмма. Килограмм 80 граммов. Так. Семки. Что-то я опять подсела на семки. Опять семки купила. Причем не одни. Пятерки одни взяла. И у белорусов одни купила. Ну, ладно. Это временно. Это так. Чуть-чуть. Чуть-чуть побалуюсь. А, Лешик купил вот такой переходник на рынке. Вот. Для шланга. Вот такой вот. 100 рублей. Да, Лешик? Да. Вот такая фигнюшка. 100 рублей. Купила фуроцелин. Порошок. Порошком. 20 пакетов по 1 миллиграмму. 20 миллиграмм. Знаете, зачем? Мне сказали, что им хорошо обрабатывать и помидоры, и теплицу. Все от фитофторы. На 5-литровую бутылку 7 таблеток. 160 рублей. Да. Надо спросить в другой аптеке. Может дешевле. Да. Один пакетик на 100 миллилитров. Ну, сказали 7 таблеток на 5-литровую бутылку. И все хорошо опрыскать вот так вот. И стенки в этом, в теплице, и сами помидоры, и... Ну, вот все-все-все. Даже на улице тоже. Что купила? Еще два лимончика. Нет лимона в хозяйстве. А вот захотелось на днях мне чаю с лимоном попить. Нет лимона. А я забыла. У меня там есть замороженные. Ёлы-палы. Забыла. Вот эти порежу и заморожу. В коробочку и заморожу. Ёлки-палки. Семен, Семен. Эх. Ну, только не все сразу. Я их сначала разложу, заморожу, а потом сложу в коробочку, чтобы они не слиплись. Да. И всегда будет вот для чая. Чай у меня. Есть же там. Я же морозила. Ах, ты ж, боже мой. Так, это все. Пятерка. Сейчас расскажу цены. Так, лимоны. Лимоны дорогие. 180 рублей. Вот это два лимона на 36 рублей. Вот. Масло. Масло 86,99. 87 рублей. Вот. Масло недорогое, хорошее. Мне нравится это масло. И как бы мне его и в выпечку вот не жалко положить. Знаете, вот, и даже вот на бутерброды утром. Очень даже хорошее масло. Не 200 рублей. Правда. Не 180, и не 160. И даже не 120. А 120, наверное, нет. 140. Вот. Так. Морковка. Морковка 70 рублей. Ёлы-палы. 70 рублей килограмм. Вот такая страшная морковка. Скоро уже будут на грядке. Морковка. Да. У меня там есть. Штук 15 морковок будет. Ну, напишите. Напишите мне опять там. По поводу картошки. По поводу морковки. Эй. А с меня как с гуся вода. Рагу. Ну, вот, я вам уже показала. 97 рублей. 97, 99, 98. Нормально. Прям. Вот уже второй раз беру. Вводим до 8-го, 0-7-го. В заморозку. Сразу. Сегодня у нас какое число? Шестое. Заморозим. Ну, а что? И пускай лежит в заморозке. До нужного момента. Да. Но не это цены. Не 400 рублей. Да. Так. И семена подсолнечника. 47, 99. Я смотрю скидку. Скидка 4 рубля всего. Что-то у нас. Всего-то. Ну, потому что все по скидкам. Все по скидкам. Это по скидке масло. Это по скидке. Это по скидке. Только лимоны и масло не по скидке. А, не. Лимоны только не по скидке. Да. И морковка, по-моему. Вот. А то все по желтым ценникам. Ну, ладно. Вот. Да. Ну, ладно. 755 рублей. 755 рублей. Чего? Ну, ладно. Так. Погнали дальше. Это Лешика безобразие. Лешика, ты смотришь на картинки, которые тут? А, ну тут не страшная картинка. Слепота. Вот тебе надо рассматривать просто вот эти картинки. Да? Ты меня слышишь? В очках рассматривать. Так. Что здесь? То, что купили на рынке. Вот в мясном. Фаршик купили. Котлетки надо Лешику. Кстати, у нас в магазине в мясном появилась говядина. Да. Вот часто мне там бывает. Ну, не часто, а иногда бывает пишут. А почему вы не берете говядину, а только свинину? Ребята, говядина 690 рублей килограмм. На нашу пенсию мы можем позволить себе купить говядину? Как вы думаете? Конечно, нет. Поэтому покупаем свинину по 300 рублей. Фарш 310 рублей килограмм. Здесь чуть больше килограмма. Будут котлеты для Лешика. Дальше. Вот купила. Там у нас привозят, ну, типа фермеры. Привозят вот продукцию такую. Вот эту колбаску я уже брала. Ливерную. Моя. Хочешь, да? Очень мне понравилась такая колбаска. Сейчас. Подожди. Если я оторву, оторву там. Очень вкусная колбаска. Откусывай. Откусывай, ну. Что ты хотела? Все сразу проглотить? Хоть почувствуй вкус. Ай, вкусно, да? Да. Икрошка там упала. Икрошка. Да. Или я знаю, что вкусно, да. Так. Колбаска. 345 рублей. Но очень вкусная. Прям как домашняя такая. Вот. И сыр. Сыр купили у них же. Сыр из Мантурова. Мантурова. Я не знаю, где это. Сделано в Костроме. Сварено в Костроме. Амстердам. Вот такой вот сыр. Амстердам. Сейчас я его достану. Чтоб показать вам. Вот. Амстердам. Вот такой вот желтенький. Мне отрезали попробовать. Вот. Гляньте. Он как бы такой... Ну, не то, что полутвердый. Обычный. Ну, как он мне сказал там... Я спросила, там еще один был. Он говорит, этот такой очень твердый. А этот вот такой мягкий. Ну, полутвердый, он сказал. Ну, я смотрю. Ну, как обычный сыр, который у нас продают. Ну, очень вкусный. Очень вкусный. 850 рублей. Да. Ну, пенсию только получили. Очень вкусный сыр. Прям с удовольствием поем. Я вот... Сыр, ну, как-то не очень. По утрам на бутерброд не люблю я сыр. Ну, ем, конечно, иногда. Вот. Ну, а этот прям буду с удовольствием есть. Да, потому что вкусненько. Кострома, Амстердам. Сыр из Мантурова. 45%. Вот. Кстати, я когда сидела на диете Дюкана, похудела. Похудела на 17 килограмм. Можете себе представить? Ну, кто не знает. Я уже рассказывала об этом. Причем очень легко. Диета белковая подходит не всем. Да. У кого здоровье не в порядке, тем не подходит. Но результат... Чем больше едите, тем больше худеете. Это диета для таких вот... Кто хочет покушать, любит покушать и хочет похудеть. Кому интересно, почитайте. Диета Дюкана. Вот. И вот Лешик мне нашел тогда на авиамоторной, на рынке, сыр. Мы с ним вдвоем нашли. Да, мы с ним вдвоем ездили же. Мы же везде вдвоем. И там я нашла сыр 10%. Это самый такой сыр нежирный. 10%. Вот я покупала там, ела такой сыр. Потому что, ну, питание должно же быть разнообразным. Да. Так. Сметанка. 110 рублей. Кстати, я видела, у нас в пятерке есть такая же точно сметана. 109 рублей. На рубль дешевле. Вот. Ну, мы покупаем у белорусов. Мы привыкли у них уже покупать. У них и покупаем. Вот. Что-то не мешали обзору яблок этих. Фруктов не купили. Потому что не было фруктов дешевых. Абрикосы 160. Ну, можно было взять. Ну, не было хороших абрикосов. На вид они такие какие-то зеленоватые. И вообще без аромата. Ну, вообще никакие. 160 рублей. А черешня была по 350. Самая дешевая 350 рублей. Вот так. Поэтому не стали брать. Лапу пософем. Или, как говорила мама моя, мышку поймаем. Так. И вот семечки взяла. 80 рублей. Вот такая пачка. Здесь 200 граммов, наверное. Где вес? Вес. 200 граммов, да. Не содержит ГМО. 610 калорий. 100 граммов. Пол пачки. Так. Надо. Ну, ладно. Вот такие вот покупочки. Это все. И вот две розочки купила. Вот. Записалась на маникюр. Потому что облезли уже 4 ногти. Облезли. Вот. Ну, уже больше месяца. Они у меня. Месяц и неделя. И две недели. Месяц и две недели. Да. Вот уже облезли. Хотя ногти крепкие. Да. Я их не жалею. Беспощадно их эксплуатирую. Вот. Это не значит, что плохо делают. Нет. Просто я их... Да, они и у меня отросли уже очень длинные. И заламываются вот так вот. И отслаиваются. Поэтому вот как-то так. А. Еще. Еще что. Купила вот такой вот укропчик. Сейчас пойду посею. Два. Два кустика. Два кустика мне... Вот. И забрала на Валберис. Нету. Я знаю, что это так нельзя делать. Ну, ладно. Прям. Доказала ванилин. Посоветую. Посоветовали мне. Ну, пахнет. Ну, так они все пахнут. Ванилин приправыч. Вот такой вот. Вот так вот пахнет все. Какой ванилин не возьми. Он вот так вот пахнет. А в выпечке его просто не слышно. Но я почитала отзывы. Ну, большинство пишут, что хороший. Но есть, конечно, и такие, что... Ну... Что не очень. Так. Насколько раз. Состав ванилин кристаллический. Внимание! Кристаллический ванилин концентрированный продукт. Поэтому необходимо применять его в малых дозах. Точно следуя кулинарным рецептам. Ну, это мы попробуем. Попробуем. Что-нибудь вот испечем и попробуем. Потом скажу свое мнение. Хотя я уже предугадываю. Ничем оно не будет пахнуть. Ну, нет того ванилина. Вот я даже вот понюхала вот эти сухарики. Они вкусные. Да. У них такой вот какой-то сливочный вкус. Но не ванильные. Хотя написано ванильные. Не, сухари вкусные. Я ничего не хочу сказать. Просто я имею ввиду ванилин. А сухарики классные. Спасибо, Ирочке. Так. Ну, вот и все. Все. Пошла я куда подальше. Сеять укроп. Вот. Пошла сеять укроп. Потому что у меня вот даже на листочке Лешик обрывает. И написано укроп. Чтобы я не забыла. Все записываю на календарь теперь. Чтобы мне ничего не забыть. Лешик каждое утро отрывает. И кладет мне вот сюда на стол. Потому что здесь рецепты. Здесь соус томатный. Македонский. Ой, это интересно. Надо почитать. У меня календарь с рецептами. Вот. Десять килограмм помидоров. Десять килограмм. Десять килограмм. Десять килограммов огурцов. Это что-то новое. Красного острого перца. Сахара, соли, уксуса. Молотого черного перца. Порошка горчицы. Что-то. Свежие или соленые огурцы. Промыть, пропустить через мясорубку. Это интересно. Соус македонский. Вам интересно? Можем попробовать. Ну, если захочу. Вот календарь. Целый календарь. Да. Вот этот. На 365 дней. 365 рецептов. Считай. Вот у меня я из них выбрала. Там не знаю. У меня он лежит. Штучек 5 листочков. А то все. Такая фигня. Я не знаю. Сколько хороших рецептов в интернете. А в календаре там такая фигня. Такая фигня. Что просто капец. Все. Болтливая до ужаса. Но самокритичная. Все. Все ты моя. Все ты моя. Все. Ты от меня теперь не отойдешь. Колбасы хочешь? Ливерки? Хочешь? Любишь колбаску? Любишь. Да, моя девочка? Забыли мы еще. Лешек надо было заехать в эту клинику. Взять им. Без того пора прогнать. Да, да, да. И котам, и собакам. А собачки у этого нет. У источника. Помните, я вам говорила? Собачка там. Нет ее. Наверное, кто-то забрал. Или может она где-то спряталась там внизу. Мы не заезжали на источник. Только проезжали. Вот. Может она где-то там внизу. Но так ее не видно было. Так что так. Все. Я очень рада, если это так. Все. 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 Субтитры сделал DimaTorzok